здравствуйте дорогие друзья мы сегодня представляем магистрскую программу психологии бизнесе факультет социальных наук высшей школы экономики я являюсь академическим руководителем этой программы я доктор психологических наук профессор иванова наталья львовна также рядом со мной здесь можете пока поверить на слово вы видите анастасию присутствует настя наш представитель нашего студенчества славного если у вас будут вопросы к студентам вообще о жизни студентов на нашей программе о том как они учатся чему учатся с какими сложностями сталкиваются что наоборот их впечатляет воодушевляет что им нравится вот то пожалуйста настя также может подключиться и вы напрямую можете спросить у нее моя задача сейчас какая рассказать вам что это за программа чему вы будете обучаться когда поступите на нашу программу и как может быть изменится ваша жизнь чем наполнится ваша ваша жизнь благодаря поступлению на нашу программу давайте я начну с того что наша программа немножко истории наша программа была создана уже почти 10 лет назад на факультете психологии высшей школы экономики и создавалась она при тесном взаимодействии с нашими коллегами из великобритании и с университетом мгл московский государственный университет кафедре социальной психологии нам хотелось создать программу практико ориентированную очень современную востребованную как бизнесом так и академическим сообществом и вот в конце концов появилась такая идея назвать программу психология в бизнесе аналоги вот таких программ как наша есть за рубежом они как правило называются бизнес-психологии и как правило они также работают в русле факультетов психологии университетов в частности великобритании таких программ около 40 других странах мира тоже открываются подобные программы некоторые программы с близким содержанием нашей называются организационная психология или industrial psychology work psychology это тоже очень близкая тематика поэтому мы не единственные в мире мы работаем в партнерстве с ассоциацией бизнес-психологов россии и ассоциацией бизнес-психологов великобритании то есть есть такие ассоциации уже выпускников подобных программ в великобритании например проводится сертификация бизнес-психологов ну и так далее то есть в нашей стране эта программа вот которые при таком партнерстве формируется и готовит по сути дела бизнес-психологов специалистов уже распознают распознаваемых в мировом бизнесе вот такая программа единственная в стране и это нас обязывает конечно эту ответственность определенную создает но в то же время это дает нам возможности определенные то есть с нами сотрудничают к нам приезжают поэтому программа работает в тесном контакте как с практиками так и с учеными в нашей стране и за рубежом в основе программы нашей психологии в бизнесе лежит определенный подход то есть мы стараемся обучать студентов опираясь вот на так называемый бизнес-психологический подход он предполагает комплексное видение проблемы с которыми сталкиваются психологи в бизнесе вообще вся эта деятельность направлена деятельность психолога в бизнесе направлено на то чтобы помочь бизнесу быть более эффективным но при этом а не просто более эффективным но и не личностно не сломать человека то есть психолог помогает бизнесмену помогает организации эффективно развиваться решать свои вопросы профессиональные решали вопросы экономические при этом сохраняя нормальное человеческое взаимодействие с окружающим миром с людьми сохраняя свою гармонию целостность и так далее то есть это очень сложная задача поэтому она предполагает наличие как минимум трех основных содержательных блоков в вот концепции нашей программы три содержательных блока это прежде всего работа психолога в проблематике личности деятельность человека то есть психолог который заканчивает нашу программу он понимает что такое личность как устроена структура личности как организована деятельность человека какую роль играет личностный фактор в собственно в этой деятельности как можно человека стимулировать как можно человека воодушевить какие могут быть типы личностные как человек принимает решения и так далее то есть то что нужно руководителю компании или организатору бизнеса для того чтобы понимать свои собственные личностные возможности и ограничения и также возможности ограничения своих коллег и сотрудников это первый блок и вот здесь большое количество курсов которые представлены у нас на сайте нашей магистрской программы это в частности коучинг базное направление коучинга это общий коучинг это коучинг организации экзекутив коучинг это консультирование личностное это конечно процесс принятия решений личности это проблемы самоопределения личности то есть вот целый набор курсов мастер-классов которые позволяют эти блоки этот блок раскрыть причем это идет не как не в теоретическом плане то есть это не идет чисто лекционная такая академическая работа здесь а это практикоориентированные занятия где люди где студенты изучают какие-то понятия какие-то подходы к личности и деятельности и в то же время сразу применяют их на практике пропускают через себя учатся с этим работать вот это очень важное отличие нашей программы и это вот собственно проявление бизнес психологического подхода как практикоориентированного а вторая вторая содержательный блок это организации группы вот как психолог может помочь руководителю компании и сотрудникам компании создателю этой компании создавать организации управлять ими обеспечивать развитие организации и обеспечивать взаимодействие различных групп которые включены в эти организации а также взаимодействие организаций с внешним миром а поэтому у нас здесь есть конечно курс эффективные коммуникации в организации здесь есть очень большой блок дисциплины мастер-классов по вообще посвященным проблемам организации то есть что такое организации кто создает эту организацию в чем состоит замысел этой организации как обеспечивается устойчивое развитие организации как обеспечивается фасилитация интеграция деятельности в организации то есть вот здесь комплекс явлений и задач и также если мы говорим про место групп в организации то здесь конечно и социально-психологический тренинг ну и естественно здесь большой блок деятельности чар-специалистов которые занимаются приемом подбором кадров обучением кадров развитием кадров и так далее и тренинги и обучение системы ну обучение развития системы обучения системы развития система взаимодействия система оценки вот здесь привлекаются специалисты не только из нашего вуза но и из известных консалтинговых компаний например капси и другие то есть там где работают наши выпускники то есть наши выпускники уже работают во многих организациях компаниях они привлекаются я еще скажу дальше вот дальше поведение потребителей третий блок содержательной нашей программы почему потому что бизнес создается людьми и которые организуют этот бизнес это личность и деятельность бизнес реализуется через организацию это я бы сказала но дальше бизнес выходит на рынок т.е. бизнесу нужно взаимодействовать с внешней средой т.е. ему нужно себя позиционировать ему нужен бренд ему нужна определенная идентификация ему нужны определенные контакты ему нужно определенное взаимодействие с его клиентами с возможными потребителями поэтому это тоже включается в содержательный блок нашей программы здесь изучается и потребительское поведение и психологические аспекты проведения маркетинговых исследований и так далее. И это тоже все очень практикоориентировано с опорой на реальные кейсы, реальные задачи, на реальные запросы из бизнеса. Таким образом, получается, вот такие три блока деятельности психолога, подготовки психолога к работе в бизнесе с пониманием того, какие люди работают в бизнесе, как организована их деятельность, как функционируют организации в бизнесе, как строятся коммуникации, взаимодействия и как они развиваются и так далее. И как строится взаимодействие этого бизнеса с внешней средой и управляется поведением потребителем. Вот это, по сути дела, такая сложная конструкция, вот такое содержание программы. Оно означает тот самый бизнес-психологический подход, о котором я говорила. То есть это комплексный подход. Есть даже такое, вот сейчас современное понятие, у нас на прошлой конференции по психологии бизнеса четко обозначилось, как генералисты, специалисты, которые могут работать в разных направлениях. И вот бизнес-психолог – это такой комплексный специалист, который может, ну, генералист, можно этот термин применить, который может работать в разных аспектах в бизнесе. То есть он готов к видению разных сторон человеческого фактора в бизнесе и может работать в междисциплинарном поле. Вот это принципиальное отличие бизнес-психологии от других направлений прикладной психологии, которые сейчас развиваются, применительно к проблемам в бизнесе. Ну и, конечно же, вот я еще раз подчеркну, что, конечно же, вот такой бизнес-психологический подход, эти содержательные блоки, они отражены в учебных курсах. Я специально здесь не вывешиваю весь список учебных курсов. У нас, я думаю, те, кто заинтересовался нашей программой, вам все равно придется открыть сайт нашей программы и внимательно посмотреть, потому что там хорошо продумана подача информации, и вы увидите, какие курсы сейчас представлены. Но программа постоянно меняется, она развивается, то есть она, целостность остается, но идет постоянное обновление новыми мастер-классами в зависимости от тех, ну, может быть, задач новых, новых каких-то возможностей, которые мы видим при взаимодействии с бизнесом, потому что программа строится по принципу постоянного взаимодействия с бизнесом. То есть мы постоянно анализируем, какие сейчас компетенции бизнес-психологов, вообще психологов востребованы в бизнесе, прежде всего в российском, мы работаем на российский бизнес, но также наши некоторые выпускники и студенты выходят и на международный бизнес. У нас очень много выпускников работает в международных компаниях, и в том числе за рубежом, как в нашей стране, так и за рубежом. Но все-таки прежде всего мы анализируем вот те востребованные компетенции психологов в российском бизнесе, которые в данный момент существуют, и программу немножко корректируем. Поэтому вот набор мастер-классов и даже некоторые курсы меняются по ходу получения этой новой информации. Это такой очень динамичный процесс, это тоже отражает характер нашей программы. Что касается методов работы, если мы говорим о курсах, то, конечно, прежде всего это практикоориентированные методы. Вот личность и деятельность, когда мы изучаем, это и различные личностные опросники, различные методики, но применительно к конкретным задачам, к конкретным кейсам, как они воспринимаются в компаниях, как они воспринимаются руководителями, что они дают, в чем мы можем продвинуться сами в понимании, каких аспектов деятельности бизнеса мы можем продвинуться благодаря этим методикам и так далее, и как мы можем воздействовать, какую помощь мы можем оказывать представителям бизнеса благодаря знанию личностных осознанностей. Это же касается организации групп, поэтому у нас очень много различных мастер-классов, все обучение проходит в интерактивном режиме, в практикоориентированном режиме. Первое занятие проходит в компании, компания представляет, как правило, это международная компания, в прошлом году это была компания Jaguar, Land Rover, к нам приезжает представитель этой компании из Великобритании, рассказывает об актуальном кейсе, психологи включаются, потом выполняют этот проект, и на этом фоне происходит изучение основ психологии, ведения в психологию, основ психологии бизнеса и так далее, и основ организации. Ну и также в программе, в характере, в методах курсов наших широко распространены дискуссии, интерактивные могут быть лекции, ну и другие активные методы обучения. Вот часть нашей команды преподавателей. Учитывая тот характер бизнес-психологии, который я обрисовала, становится понятным, что занятия проводят как ученые, так и практики. Поэтому вот здесь представлены фотографии наших преподавателей, основатель нашей программы Владимир Дмитриевич Шадриков, вот я курсором показываю, наверное, видно, да? Нет? Вот так, ага. Вот Владимир Дмитриевич Шадриков, наш заслуженный профессор, он очень известный в психологии человек, как раз исследователь проблемы деятельности и способностей, член-корреспондент Академии РАО. Вот я, Иванова Наталья Львовна, академический руководитель программы. Владимир Артурович Штро, тоже известный специалист по социальной психологии, организационной психологии. Он у нас читает базовый курс ведения в психологию. Я читаю базовый курс в психологии бизнеса и ряд мастер-классов провожу. Ну, достаточно много занятий провожу студентами. Владимир Артуровичу курс ведения в психологию, и он отвечает за организационный блок. Наталья Викторовна Антонова, это тоже известный очень специалист по исследованию личных особенностей человека, личности человека. Она известна своими публикациями, но также это и очень хороший практик, коуч, сертифицированный профессиональный коуч. То есть она проводит консультирование, коучинг и ряд мастер-классов. Владимир Павлович Серкин, он ведет курс методологии современной психологии. Если вы зайдете в книжный магазин, то вы увидите его очень интересные книги о жизни шамана. Вот, то есть он занимается вот такими уникальными исследованиями. И в бизнесе это тоже очень полезно. Вот здесь фотографию не видно вам, она закрыта. Видно, да? Значит, здесь у нас Ольга Ивановна Патоша. Она координатор в то же время нашей программы. И вот там она отвечает за направление потребительское поведение, работа с потребителем, работа с рынком. И она же на сайте, вы увидите фамилию человека для контактов. Это вот Ольга Ивановна Патоша. Ей вы можете задать вопросы относительно поступления на программе. То есть она будет вам отвечать. То есть это вот самый главный верхний ряд. Это те преподаватели, которые работают постоянно на программе. В общем, будут сопровождать вас на протяжении двух лет. Также вот второй ряд, третий и четвертый, это наши преподаватели приглашенные, но также которые будут очень плотно с вами работать. Это Хирисович Базаров. Блок управленческий он ведет. И у него тема лидерства, проблема лидерства. Тимофей Александрович Нестик, он тоже очень известен в управленческом блоке. Он проводит фасилитационные сессии и интересные мастер-классы по проблеме организации. Вот это наши зарубежные партнеры. Кэтрин Ваддентон, Стивен Армстронг, Стивен Бентон, Кейт Корнилович. Это партнеры, которые приезжают к нам из Великобритании, дают мастер-классы, проводят лекции, семинары и так далее. Дальше блок, вот нижний, следующий ряд, это очень известные практики, которые работают на нашей программе. Это Надежда Лебедева, Сталина Венужновская, коучи знаменитые. Управленческий консалтинг. Здесь идет и Сергей Елисеев, президент НИСКО, и Михаил Иванов, тоже очень известный наш консультант, Ихим Чеботарев. И практик, специалист в сфере эффективных коммуникаций Дмитрий Зверев. И вот это вот, нижний ряд, это наши выпускники, которые работают у нас на программе. То есть понятно, что всех мы не можем включить сюда, и практиков, и выпускников, потому что их много, с кем мы сотрудничаем. Вот, ну здесь Павел Дегтярев и КАПСИ, Александр Елисеенко, который у нас является преподавателем на программе, очень много проводит занятий по фасилитации, работе с группой, Екатерина Богина, Ксения Бабат, Анна Торопова, Ирина Лобанова, вот это наши звездочки, которые сделали очень хорошую карьеру уже в компаниях. Ну, кто-то создал свои компании, кто-то, допустим, Ксения Бабат работает в компании Дженеру Электрик и так далее, Анна Торопова в компании Тензер. То есть они работают как бизнес-психологи, реализуют свои задачи, они проводят мастер-классы, дают кейсы студентам. И это создает очень хорошую атмосферу на программе, потому что студенты могут увидеть, а, собственно, где пригодятся их знания, как они будут работать с той информацией, которую они получили. И благодаря тому, что к ним приглашены выпускники, студенты видят, какая у них реально может быть перспектива. То есть они видят, что после окончания программы они не окажутся без работы, они будут востребованы, они смогут сделать действительно реально очень хорошую карьеру. И примеры построения этой карьеры будут у них перед глазами. То есть даже вплоть до того, что кто-то может выступать в роли наставника в этом. И наши выпускники с удовольствием делятся с ребятами своими знаниями, опытом. И это, конечно, тоже специфическая характеристика нашей программы. Вот нигде, наверное, я трудно сказать, в каких еще программах есть вот такое тесное сотрудничество с выпускниками. Причем не просто мы какие-то единичные мероприятия проводим с выпускниками, а вот деятельность выпускников органично вплетена в наш образовательный процесс. Вот. И поэтому мы всегда в курсе того, что происходит в компаниях. И с одной стороны мы держим высокую планку академического подхода, а с другой стороны у нас есть возможность внедрять вот этот тот самый прокориентированный подход на основе реальных сигналов из компаний. И сигналов, поступающих от хорошо обученных психологов, бизнес-психологов. Вот это наш принцип. Далее. Что мы даем студентам по окончании обучения, какие у нас вообще в процессе обучения и по окончании обучения какие у студентов есть возможности. Ну, во-первых, я имею в виду за пределами учебного процесса. Во-первых, мы обязательно даем возможность получать стажировки профессиональные. не только в нашей стране, но и за рубежом. Как говорится, система познает себя со стороны. То есть обязательно должны сравнения, обязательно производиться сравнения, обязательно нужно познакомиться с какими-то возможностями работы психологов в других странах, сравнить, посмотреть, соотнести свои компетенции с теми компетенциями, которые востребованы и так далее. Поэтому каждый год мы проводим такие выездные сессии, выездные стажировки, школы мы их называем. Сейчас у нас приближается весенняя школа в Лондоне и мы делаем летнюю школу обязательно. Она проходит в сентябре. Также с этого года у нас будет дополнительный сертификат предлагаться студентам. Вот здесь мы выделили красным название профессиональный коуч, но сегодня буквально поступила информация, что мы немножко откорректируем название этого сертификата и это будет выдаваться официальный сертификат от системы дополнительного образования. То есть у нас на сайте будет размещена эта информация, мы работаем и с этого года уже студенты будут получать этот сертификат. Также все студенты получают возможность вступить в Ассоциацию бизнес-психологов России. Это тоже имеет преимущество при трудоустройстве и в карьере. Также у нас есть клуб выпускников и опять же студенты могут выпускники могут включиться в работу этого клуба и клуб дает им дополнительные возможности профессионального и карьерного роста. Как я уже говорила, проводятся зимние, весенние, летние школы, в которых студенты могут участвовать. это по желанию они проводятся и с прошлого года у нас введены еще профессиональные экскурсии. Традиционно мы проводим конференцию по психологии бизнеса в конце ноября и она привлекает большое количество участников. В частности, вот в этом году записалось к нам на конференцию 250 человек. это много для вот такой вот достаточно специальной специализированной конференции, все-таки она касается бизнес-психологии, но тем не менее вот наше сообщество крепнет и все больше людей распознают этот бренд и видят его привлекательным для себя. Ну и проводятся открытые мастер-классы, встречи и так далее. Ну вот у нас в субботу пройдет вечеринка коучинга международная. Это открытое будет мероприятие, на сайте есть информация об этой вечеринке. Это будет мы пригласили наших английских коллег, они нам представят подход к коучингу, который для нас новый, то есть нам интересно с ним познакомиться. И вот примерно вот такому принципу основан на мастер-классе, когда мы хотим либо упрочить свое понимание какого-то подхода, либо познакомиться с каким-то новым для себя направлением. Вот это проводится на мастер-классах и так далее. То есть перечислить здесь достаточно сложно, потому что очень активно работает клуб выпускников, предлагает различные мероприятия, ну и наши преподаватели, студенты, мы здесь активно взаимодействуем. Ну и это, конечно, вот такая направленность программы на взаимодействие, на включение студентов вот в какую-то интересную, полезную для них деятельность, она создает определенную атмосферу. То есть действительно атмосфера очень дружелюбная, очень профессиональная, деловая, как мы говорим, наша программа для людей дела. Все занятия, все мастер-классы, которые проводятся, их вполне можно тут же транслировать для себя в компаниях, как говорится, бери и делай, вот такой принцип, да, вот, и поэтому, ну и при этом атмосфера такого дружеского взаимодействия, обмена мнениями, открытое взаимодействие, идеологичное, то есть вот такой подход. Вот, и, значит, я уже сказала про открытые мероприятия наши, которые у нас проводятся, международная вечеринка коучинга, весенний семинар бизнес-психологии, бизнес-коучинг или капитальный информация у нас на странице программы, вот здесь ссылка есть, и контактное лицо Патуша Ольга Ивановна, которая всегда ответит на все вопросы. Вот такая структура нашей программы, и вот такие возможности, которые мы предоставляем студентам. Пожалуйста, какие вопросы у вас есть? Может быть, у вас есть вопросы про поступление, как поступить на программу, «Рассчитана ли программа на работающих студентов?» Очень хороший вопрос, я, собственно, его и ждала, чтобы вам ответить. Да, программа рассчитана на работающих студентов. Программа работает вечером, то есть занятия все проводятся вечером с 18.30 до 21.30 21.30. Три раза в неделю мы работаем. Понедельник, среда, суббота. А понедельник, среда с 18.30 до 21.30 21.30, в зависимости от вопросов студентов, иногда преподаватели остаются до дивности со студентами. по нашему графику с 18.30 до 21.00. И когда студенты, например, уезжают в командировку, то у нас тоже есть система взаимодействия благодаря уже большому количеству записанных мастер-классов, возможности транслировать мастер-классы и отработанной системой взаимодействия с преподавателей с студентами по индивидуальной программе. Поэтому программа дает возможности сочетать обучение и работу. И более того, когда люди поступают к нам на программу, наблюдения наши показывают, они быстрее делают карьеру. Уже к середине первого курса все трудоустроены и те, кто был трудоустроен на таких работах не очень соответствующих их ожиданиям, они трудоустраиваются, повышают свой профессиональный уровень. Вся информация можно в следующий вопрос. Если я не ответила, уточните, постаралась ответить полностью. Вы наверное обратили внимание, что программа платная. И это тоже преимущество программы в плане взаимодействия и в плане организации процесса обучения студентов. Мы можем быть гибкими, мы можем включать разных преподавателей, консультантов во взаимодействии со студентами, которые и ответят на вопросы, и дадут задания, и проверят эти задания. То есть здесь, конечно, она именно прежде всего на работающих студентов направлена. Но некоторые есть, кто учится, вообще не знаю, все у нас работают. Дальше вопрос Данила. Всю информацию можно найти на сайте. Всю информацию из того, что я сказала о процессе обучения, о методах обучения, о преподавателях информации, о наших мероприятиях, о нашей концепции, о наших целях. Все это можно найти на сайте. И вопрос о том, что нужно сдавать, как поступать на программу, это тоже можно найти на сайте. То есть у нас конкурс портфолио. Вот уже, наверное, многие знают о том, что в современных вузах во многих вводится конкурс портфолио. То есть студент готовит пакет документов о себе, о том, что он закончил, ну, допустим, какое у него образование, какой он закончил вуз, какую он закончил программу конкретную, что он, как он еще обучался, допустим, он выступал на конференциях, он участвовал на каких-то мастер-классах, он, допустим, проходил какие-то дополнительные формы обучения там по английскому языку, по, там, какие-то тренинги проходил, все что угодно. Все это в копии, конечно, всех этих документов прикладываются, и у него могут быть публикации, у вас уже могут быть публикации, вы тоже прикладываете это публикации, и там у нас на сайте написаны все основные наши требования, что мы фиксируем, но прежде всего мы, конечно, фиксируем уровень образования, потому что без этого вы просто не можете поступать, мы фиксируем профессиональный опыт, и мы фиксируем ваше мотивационное эссе, то есть почему вы поступаете, что вы хотите, что вы ожидаете от программы, как вы предполагаете, что вам даст программа, как вы будете развиваться благодаря программе и так далее, вот это важнейшая вещь, которая нами рассматривается. Можно присылать уже эссе, хоть сейчас начинать, то есть у нас уже есть витариенты, которые присылают информацию к Ивановне, спрашивают, скажите, пожалуйста, надо ли нам добавить какие-то еще опции к нашему портфолио, что вы думаете о нашем мотивационном письме и так далее. Здесь идет контакт, обратная связь, понятно ли нам, кто к нам поступает, то есть нам нужно понять уровень человека, ожидания человека, его уже профессиональную и образовательную подготовку, потому что конечно мы опираемся в дальнейшем на наших продвинутых, скажем так, студентов в обучении, они могут уже и мастер-классы сами давать, и включаться, если к нам поступают руководители компаний, они дают свои кейсы для проработки и так далее, потому что у нас по составу студентов примерно на три части можно разложить, первое, третье, это те, кто поступает после бакалавриата, у них один запрос, но ожидание все, возможность поиска работы и возможность повышения своего профессионального уровня, то есть это все работающие тоже студенты, то есть это не просто выпускники бакалавриата, которые еще не видели бизнеса и практики, а это как правило работающие. Вторая группа это работающие представители бизнеса или создатели бизнеса, организаторы бизнеса, руководители бизнеса, и третья группа это близкие нам по содержанию психологическому, это психологи, консультанты, коучи и так далее, поэтому получается такая очень интересная группа, находиться в этой группе очень интересно, потому что энергетический реальный эффект создается, люди обогащают свои знаниями друг друга, и это полезно и тем, кто создает и развивает бизнес, и тем, кто работает в консалтинге и в коучинге, и тем, кто еще начинает делать карьеру. Вот такой состав, мы просто очень дорожим именно таким характером программы, потому что и правда это очень интересная группа получается, очень интересная какая-то просто фантастическая. Вот, и как тогда Ярослава спрашивает, как тогда со стажировками, вы сами выбираете, вы планируете, у нас студенты заранее планируют отпуск, мы за год разрабатываем программу всех стажировок, и ребята планируют отпуск, или если кто-то руководитель компаний, у нас есть люди, у которых в подчинении тысячи человек, и они собираются ехать, они уже договариваются со своими замами, то есть они организуют процесс работы на время своего отсутствия, есть ребята, у которых индивидуальный бизнес, например, они тоже планируют, есть люди, которые работают по найму, они заранее пишут заявление на отпуск, то есть вот этот процесс организован, таким образом, вот мой ответ. Пожалуйста, еще какие вопросы? Есть у вас вопросы про практику, кто нас слушает, потому что у нас интересно, очень организована практика в компаниях, мы даем возможность студентам прийти в компанию в качестве реального консультанта или коуча. У нас сейчас так организована работа, что студенты получают запрос от реальных руководителей компании или хозяина компании. Это вообще такая интересная очень вещь. Если хотите, я расскажу поподробнее. Пожалуйста, какие вопросы еще? вопросы ? Ну, если вопросов больше нет, есть, да, расскажите, пожалуйста, я так понимаю, что про практику, да, а давайте я сейчас попрошу рассказать про практику Анастасию, которая сидит рядом со мной, потому что она вот сейчас непосредственно очень глубоко включена в эту практику. Настя, давай. Всем добрый день. Да, меня зовут Анастасия, спасибо, Наталья Вовна, что меня представили уже. Я сейчас обучаюсь на втором курсе нашей программы, поступила в 2017 году. Мне эта программа очень нравится. Это во-первых. И во-вторых, что касается практики, на самом деле программа практики производственная организована очень эффективным образом. Начиная с первого курса нас уже ввели именно в этот процесс взаимодействия с компаниями в реальном бизнесе, на реальной практике. Первое, что мы проводили, это была фасилитационная сессия, то есть у нас был руководитель, мы совместно с ним прописывали сценарий фасилитационной сессии, то есть нам представили запрос от компании, я могу назвать компании, от одной из компаний, дали нам запрос на какое-то улучшение, которое они собираются произвести у себя непосредственно в офисе, и мы разработали план сценарий по тому, как мы будем с ними работать. Мы принимали непосредственное участие и в разработке этого сценария, и в проведении самой фасилитационной сессии совместно с нашим руководителем, нашим преподавателем, который вел нам этот курс. И что касается проведения практики на первом курсе, там я была непосредственным исполнителем, смотрела то, как ведет практику наш преподаватель, и училась у него. Если говорить про второй курс, то здесь нам уже доверили такое небольшое менторство над первым курсом, то есть мы непосредственно с руководителем практики ходили, брали запрос у двух других компаний, смотрели, что они хотят улучшить в своих организациях, и дальше также с руководителем прорабатывали тот сценарий, тот план работ, который будет производиться в ближайшее время, на ближайшие два месяца, и транслировали это в нашей проектной группе студентов из первого курса и частично со второго курса, кто также захотел принять участие в производственной практике в этом году, у кого была такая возможность, кто заинтересовался, и мы здесь выступаем уже как такими небольшими менторами, так как у нас уже был опыт проведения практики на первом курсе, и здесь у нас получается, мы развиваем еще такую компетенцию, как небольшого такого project manager получается, небольшой группы студентов. Вот. На мой взгляд, это очень-очень ценный и колоссальный опыт, который мы можем получить вот именно благодаря тому, что так организован процесс нашей практики, потому что спрашивая у своих знакомых, которые также обучаются на других программах, у них этот процесс не всегда осуществляется таким образом, то есть у нас больше именно возможностей на получение навыков, не только теоретических знаний, но и навыков того, как это можно делать в реальном бизнесе. Вот. Если у вас есть какие-то вопросы ко мне или к Натальбовне, можете задавать. Мы с радостью ответим. И по практике, и возможно по поступлению на программу, про обучение нашей программе. Не стесняйтесь. Возможно, какие-то опасения есть, или что-то более детально нужно рассказать. где признается сертификат. Хороший вопрос. Я уже сказала, что мы сегодня получили информацию, что мы по-другому немножко назовем. У нас будет называться технология консультирования и коучинга в работе бизнес-психолога. Опять же, пока рабочее название. Это сертификат ДПО. Если вы знаете, с этого года Минтруда, Министерство труда Российской Федерации работает очень активно относительно требований к кандидатам на работу, различные виды трудоустройства. И в карьере, например, HR предполагается, что будет требование к повышению квалификации. Так вот, вот этот сертификат, он должен признаваться в компаниях, в которых вот эти требования Минтруда прежде всего актуальны. И в таком случае это сертификат, который является дополнительным способом, инструментом, дополнительным дополнением к той, к тем сертификатом и различным показателем уровня образования, образовательным сертификатом, который специалист представляет руководителю компании. То есть, постепенно у нас в стране вот это становится все более и более востребованным. И когда вы заканчиваете магистрскую программу, вы получаете диплом магистра психологии. специализация у нас бизнес-психология. То есть, вы становитесь бизнес-психологом как бы по вашей философии, по вашему мироощущению, по вашему видению места психолога в компании, в мире, если хотите. Но для карьеры, практической карьеры в компании от вас требуются различные документы. Вот какие у вас есть сертификаты и вот эти документы, которые официальны, которые проходят через наш отдел ДПО высшей школы экономики, это внутренняя программа ДПО для нашей программы, то есть, для программ психологии бизнеса. То есть, на нее могут поступать только студенты нашей программы или выпускники нашей программы. То есть, это дает еще возможность карьерного роста выпускникам. То есть, для продвижения по карьерной лестнице вот дается этот сертификат. Мы долго добивались, чтобы такой сертификат наш вуз принял, чтобы он был и вот нам дали добро, поэтому точно совершенно такой сертификат будет. Единственное название, он немножко будет меняться, но тем не менее, это название будет отражать потребность в кадрах с психологическим образованием на рынке труда. То есть, это будет распознаваться прежде всего большими компаниями большого и среднего бизнеса. Вот. Добрый вечер, Екатерина задает вопрос. Какова стоимость получения образования? Стоимость обучения в этом году объявлена по высшей школе экономики единственная. Для всех платных программ 350 тысяч. И мы тоже находимся в этой ценовой категории. Только ли платная форма обучения позволена? Наша программа только платная. Это принципиально для нашей программы, потому что это дает нам больше возможностей и дает больше возможностей самое главное студентам в процессе образования. Это практико-ориентированная программа. Она может быть только платной, иначе студенты не смогут учиться и работать. Академические программы там очень много теории, очень много различных активностей, связанных с написанием выпуском этих работ. Это такая больше академическая деятельность. Готовить статьи, проводить исследования. У нас практико-ориентированная исследование статьи направлено на практику. И публикации мы приветствуем, потому что все равно нашим бизнес-психологам важно уметь писать, важно уметь излагать свои мысли. Но если нет публикации, вы можете это заменить другими сертификатами вашими профессиональными, или отразить в вашем мотивационном эссе сферу ваших интересов, мотивации и так далее. У нас возможны скидки. Дальше вопрос, учитывается ли при поступлении на программу Олимпиада, да, скидку дает Олимпиада выше. И не только Олимпиада выше, участие вам в мероприятиях выше, ну, например, зимняя школа, Олимпиада, это дает скидку до 25%, поэтому это хорошие очень скидки, я вам советую участвовать в этих Олимпиадах и прочих наших мероприятиях. вот так. Пожалуйста, еще вопросы. У нас еще есть несколько минут. Да, и еще когда у нас поступление? У нас начинается, у нас есть раннее поступление, то же самое раннее поступление, если вы рано подаете в первой волне с 18 июня, там, по-моему, она начинается, объявит у нас приемная комиссия, вот эти все сроки, если вы сразу подаете, там тоже предусмотрена скидка. Есть ли скидка для бакалавров ПШ или только Олимпиада и школа? У нас конечно Олимпиада и школа, у нас не просто бакалавр ВШ, конечно, мы очень рады видеть наших выпускников нашего университета, у нас учатся и политологи, и журналисты, и ребята с ГМУ, и социологи, вот, но все-таки мало быть просто выпускником бакалавриата ВШ, важно все-таки проявить свою вовлеченность в деятельность и вот участвовали или в каких-то мероприятиях, но вот дальше идет вопрос, правильно ли я поняла, что участие в зимней школе разрешено вне зависимости от того, студента или нет, да, конечно, конечно, вы можете участвовать в зимней школе и не будучи студентом, собственно, как и в летней школе, вы можете участвовать не будучи студентом, да, Наши зимнелетние школы, конференции и так далее. Шансы у студентов, которые идут сразу после веб-переда, будут разработаны работы с опытом поступления равны или все-таки возьмут того, у кого есть опыт работы. Если нет опыта работы, важно, чтобы в этом письме была отражена профессиональная направленность. Почему вы хотите поступать? Что вы ожидаете от программы? Что вам это даст? Те, кто с опытом работает, им легче учиться. Они понимают многие вещи, которые рассматриваются, они уже могут их применить на практике. Но те, кто идет без опыта работы, им тоже очень интересно учиться, потому что они сразу погружаются в проблематику психологии, связанной с бизнесом, бизнес-психологии. И студенты, у которых опыт, им помогают в этом. Система взаимодействия, мы вообще развиваем взаимодействие наших студентов, это очень сильное качество нашей программы. Поэтому мы берем и тех, у кого есть опыт работы, и тех, у кого нет опыта работы. Главное, каково ваше желание, какова ваша мотивация, поступление и участие в жизни программы. Ну, если у вас не было опыта, вы можете отразить, вот, Ольга, вы можете отразить в портфолио, а какой у вас был ваш студенческий опыт. Вы можете показать, например, над какой темой вы работали, или чем вы интересовались, когда учились. Допустим, какие-то сферы деятельности вас заинтересовали. Ну, и поподробнее написать, почему вы хотите работать психологом в бизнесе. Вот почему вас это интересует. Какие перспективы вы для себя видите благодаря вот этому новому образованию, которое вы получите. Пожалуйста, спасибо за ответ, пожалуйста. Ну что же, у нас заканчивается наш вебинар. Спасибо большое. Пожалуйста, Екатерина, приходите к нам на программу. Будем рады с вами и дальше общаться. Пожалуйста, Ярослава. Ну что же, спасибо большое. Вам, я желаю всем определиться с вашими профессиональными планами. Если наш рассказ вас заинтересовал, если мы помогли вам, если мы открыли для вас что-то интересное, интересную программу, интересную сферу деятельности, пожалуйста, конечно, приходите к нам. У нас будут еще дни открытых дверей. Вы можете нам задать дополнительные вопросы. Вот я уже сказала, пишите Ольге Ивановне. Мы сразу тут же вам ответим. Можете мне напрямую писать. Там тоже есть на сайте адрес моей почты. Ну и мы, конечно, и Настя тут подключится. То есть, можете, некоторые вот звонят, приходят даже на консультацию. То есть, у меня уже вот в течение года несколько человек просто приходили побеседовать, узнать о программе из первых рук, пожалуйста. Такое тоже, возможно, мы уделяем внимание каждому абитуриенту. Спасибо. Желаю вам успеха. Хорошего вечера. Рады будем видеть вас на нашей программе. Спасибо.